Приветствую вас! Хотел бы заранее извиниться за возможный шум. В моем доме идет ремонт. Что касается вашего вопроса, то я на него хотел бы ответить так. У него есть у вашего текста два основных момента. Первый момент – это ссоры раз в месяц, как часы. И второй момент – это то, что вы пишете о том, как отдали отношениям всю себя. Вы знаете, вот мне бы хотелось, наверное, поговорить для начала о первом моменте, а потом мы поговорим про второй. И после уже попробуем подытожить, суммировать все это в ответ на ваш последний ключевой вопрос. Поскольку вы пишете о том, что молодой человек ваш ссорится с вами исключительно раз в месяц, то есть ссоры происходят так, как будто это ему нужно. Ссоры происходят так, как будто это его потребность. Ссоры происходят так, как будто это ему необходимо. Вы знаете, создается такое впечатление, что молодому человеку действительно некуда девать свою негативную энергию. То есть она у него копится, он, грубо говоря, месяц эту негативную энергию в себе держит, а потом она, эта негативная энергия, достигает какого-то определенного порога, определенного предела. И молодой человек понимает, что больше он сдерживает ее, эту негативную энергию в себе не может. И она, эта негативная энергия начинает проинцироваться на вас, то есть вникает в ссоры. Что можно сказать непосредственно по поводу данной ситуации? Ну если мы позиционируем с вами сам факт ссоры, как необходимость для молодого человека, необходима для него, если мы посмотрим на эту ссору с позиции именно необходимости, с позиции нужности для мужчины этого момента, то вам не стоит воспринимать его слова чересчур близко к сердцу. То есть да, он говорит вам о расставании. И это безусловно вам неприятно, но вам неприятно это потому, что у вас имеет место быть еще и второй аспект. А мы пока говорим про первый, и в рамках него, в рамках первого аспекта, давайте сразу уточним, что если ссор происходит раз в месяц, если поводы являются чисто формальными, то либо у вас есть некие проблемы, которые, ну, объективные есть некие проблемы, которые нужно решать, которые не позволяют вашим отношениям, ну, быть, например, спокойными, быть, например, как-то естественными больше, да, и так далее. Либо, и эти проблемы, кстати, они более глубокие, чем причина ссор. И они более стабильные, чем разговоры мужчины о том, чтобы с вами расстаться. Это вот тоже желательно бы понять вам. Далее, что касается, если есть проблемы, если у вас действительно есть проблемы некие, то с ними, конечно, можно и нужно работать, то есть разбираться с ними, смотреть, что это за проблемы и так далее. Если же речь идет не о проблемах как таковых, а если, ну, как таковых проблем и конфликтов у вас нет, а просто есть, ну, скажем, такое вот желание молодого человека ссориться с вами, то в таком случае вам желательно понять одну, на мой взгляд, достаточно простую вещь, что человеку это нужно, человеку это необходимо, и когда он ссорится, он ссорится не с вами. Он вообще не на вас проецирует то, что вы, то, что он говорит. Он разговаривает в этот момент сам с собой и решает свои определенные потребности, свои определенные задачи. И вот этот момент как раз вам нужно понять, вам нужно понять и, как бы, сделать счастье своего мышления. Потому что, ну, как бы, молодой человек действительно испытывает определенные проблемы именно с собственной, я бы сказал, реализацией. То есть, если у него копится определенный негатив, значит, скорее всего, у мужчины есть какие-то свои внутренние неразрешимые противоречия, которые не позволяют ему, ну, вести себя более спокойно, например, уже с вами. И тогда вам эти противоречия желательно поискать, найти и благодаря помочь молодому человеку их разрешить. Либо если он не хочет по какой-то причине их разрешать, такое тоже бывает, то тогда вы ставите вопрос таким образом, что либо он что-то делает и как-то старается ситуацию исправить, как-то ситуацию старается разрешить, либо вы от него уходите. То есть здесь вариантов у вас на самом-то деле не так их много. Ну, значит, это был первый аспект, он, на мой взгляд, ну, достаточно важен, этот первый аспект. Теперь, что касается аспекта второго. Второй аспект – это то, что пишете, собственно, вы про себя, по поводу того, что вы много в эти отношения вкладываетесь, по поводу того, что вы много в эти отношения, как бы, тратите своей энергии. И в итоге, как вы понимаете, мужчина вам, ну, если я правильно вас понял, мужчина вам не отвечает какой-либо серьезной такой стоимостью. То есть, да, он что-то делает для вас, но при этом вы чувствуете, что этого определенно вам мало. И дело заключается здесь вот в чем. Для чего вы, вот, ведете себя именно так. То есть, почему вы все делаете, как вы говорите, для отношения. Получается, что вы делаете что-то через силу. Получается, что вы жертвуете собой, и вы ожидаете какой-то ответной реакции от мужчины. Он вам этого не дает, потому что не понимает цену вашей жертвы. И это нормально, человек не может осознать, когда другой человек для него жертвует. Это, к сожалению, это нормальная реакция. Но вы-то все равно ждете, вы-то все равно тратите свои силы. И здесь я бы предложил вам подумать над тем, чтобы вы немножечко снизили свою активность в отношениях. Чтобы вы, ну, немножечко меньше стали вкладывать своих сил в них. То есть, чтобы у вас не было такого вот прямо ужасного чувства, что, ну, что вы вот стараетесь, сделаете, да, а мужчина ничего не делает в ответ для вас. И чтобы у вас не было как раз таки опустошения, ну, того самого, которое мешает вам, на мой взгляд, нормально и адекватно вести себя именно во взаимодействии с ним. То есть, если вы считаете, что вы через чур сильно и много вкладываетесь в отношения, то вам необходимо, вам желательно просто меньше это делать. Вам желательно меньше вкладываться в эти самые отношения. Вам желательно снизить свою активность, снизить свой, ну, уровень своего вложения в отношения до такого уровня, чтобы вам было самой комфортно. Чтобы вы не чувствовали себя опустошенной, чтобы вы чувствовали, что делаете ровно столько, сколько вы можете. И при этом вы не вредите себе. Вот это, пожалуй, одно из самых главных условий успешности отношений. Что вредить себе в отношениях и вообще вредить себе нельзя. Это плохо. Когда вы вредите себе, когда вы жертвуете собой, практически всегда вы ждете того, что, например, мужчина оценит то, что вы делаете. Ответит вам, ну, какой-то взаимностью. Как бы, вас даст вам то, чего вы достойны, по вашему мнению. Но поскольку человек, будучи субъективно воспринимающим, будучи субъектом, воспринимающим весьма-весьма условно вашу жертву, он почти никогда не сможет ответить вашим требованиям. Просто потому, что он не на вашем месте. И тогда ответ на ваш последний вопрос. Стоит ли продолжать эти отношения или, значит, смириться и уйти? Ответ на этот вопрос будет звучать так. Если вы сможете рассмотреть первый аспект и второй аспект и привести оба эти аспекта к наиболее компромиссному, правильному, верному варианту для себя, то отношения продолжать, безусловно, стоят. Если вы не сможете этого сделать, если, например, мужчина не захочет решать какие-то свои внутренние противоречия, и если вы не сможете, ну поймете для тебя же, что не желаете вот ссориться каждый месяц, не сможете абстрагироваться от этого, и если при этом вы не сможете снизить уровень своего вложения в отношения, то тогда отношения стоит, конечно же, прерывать, потому что вас они истощают, и вам они только вредят. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались. Обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok